Пять номинаций, более 1200 участников от 5 до 18 лет, 40 образовательных учреждений. Экологический фестиваль Гринвей в Балакове набирает обороты. В этом году он прошел уже в восьмой раз и был приурочен к Международному месячнику охраны природы и к 30-летию концерна «Росэнергоатом». Члены жюри отмечают, что работа участников становится все более разнообразнее и качественнее. Здесь и театры, и песни, и стихи, и творческие работы. И, конечно, каждый найдет себе интересные занятия по душе и сможет принять в этом фестивале участие. Поэтому и растет количество участников, и растет и география участников. Мы видим, что к нам присоединились уже соседние города и районы. Здесь у нас и Саратов, и Хвалынск, и Вольск, Энгельс. Хорошие дела всегда поддерживаются. Каждый год меняется тематика фестиваля. На этот раз он прошел под лозунгом «В судьбе природы – наша судьба». Эту мысль участники раскрывали, конечно же, через творчество в разных номинациях – «Экодекор», «Экомотиватор», «Квиз», «Видеоролики», «Экотеатры» и «Агитбригады». У нас была экологическая сказка, что дети знают об энергетике. Вот у нас представитель нашей группы – это «Гроза». У нас был костер, энергия, ветряная мельница, потом у нас атомы были. Все, что связано с энергетикой. Восьмиклассники из 28-й школы стали победителями в эко-квизе. Ребята говорят, что все ответы на каверзные вопросы они искали где-то в подсознании. Школьники увлекаются экологией и читают соответствующую литературу. И в квизе важно было суметь быстро применить эти знания. Правильно расположить последовательность разных стран по тому, где больше всего используется атомная энергия. Много чего было связано в целом с выработкой энергии, много было связано с загрязнением атмосферы. Это было не очень сложно. Там просто задания были немного такие нестандартные и приходилось немножечко отдельно на них какое-то решение придумывать. А так все было в принципе логично и просто. Все восемь лет экологический фестиваль поддерживают друзья-атомщики. Как предприятие, ориентированное на чистое производство энергии, Балаковская АЭС уделяет внимание повышению уровня экологической культуры и грамотности у подрастающего поколения. Мы видим, насколько они увлечены этой мыслью спасти природу, сохранить ее. Действительно, только вот такими интересными, хорошими формами работы можно их вовлечь в эту экологическую культуру. И наставники, которые очень много и большую работу проделывают, мы видим в области повышения экологической культуры этих детей. Сегодня десятки ребят в своих возрастных группах были награждены грамотами и призами за лучшие работы. Но самое важное достижение участников фестиваля, независимо от занятого места, это осознание того, что заботиться о природе нужно всегда. И экология – это дело каждого из нас.